Приветствую вас на канале Техревизор! Тосты идеальны для завтрака или перекуса. Тем более, что их приготовление занимает несколько минут. Я расскажу, как выбрать идеальный тостер для вашей кухни, который будет радовать вас вкусными завтраками на протяжении многих лет. Также я составил рейтинг лучших тостеров на 2024 год, в который попали модели с различной мощностью, исполнением, режимами и стоимостью. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Открывает рейтинг BBK TR81M. Это довольно простой и недорогой тостер на два слота, выполненный в лаконичном дизайне с прямыми линиями корпуса. Он представлен на рынке в разных цветах – белом, тёмно-сером, зелёным и синим. Слоты с функцией автоцентрирования позволяют равномерно поджаривать кусочки хлеба разной толщины. А если ломтики небольшие, их можно удобно излечь с помощью рычага для экстра подъёма. Для выбора степени зажарки есть шесть уровней, которые можно указывать с помощью поворотного колёсика на корпусе. Из дополнительных функций здесь представлен режим подогрева и размораживания, что позволяет готовить хлеб любого типа. Их включение происходит с помощью кнопок на корпусе. Третья кнопка служит для остановки работы. Крошки попадают в поддон, который можно извлечь из корпуса для простой очистки. Таким удобным аксессуаром наделён и следующий участник. На шестом месте топа стоит Китфорд KT2014. Модель выполнена в привлекательном дизайне с округлыми линиями корпуса. Она представлена в нескольких оттенках – доступны бежевый, серебристый металлик, графит, розовый, голубой, красный. Тостер наделён двумя слотами размером 12 на 2,5 см, которые подойдут для хлеба разного размера и толщины. Функция экстра подъёма поможет безопасно извлечь небольшие кусочки. В нижней части корпуса есть удобный выдвижной поддон, в который просыпаются крошки. На боковой части корпуса расположен круглый регулятор для выбора степени зажарки. Там всего предусмотрено 7 уровней. Также у модели есть функции подогрева готовых тостов и размораживания хлеба. При необходимости приготовление можно остановить, используя кнопку пауза. И в целом это хороший аккуратный тостер с простым механическим управлением. Следующий участник Tefal наделён электронным управлением и дисплеем. Пятое место занимает Tefal TT640810. Тостер из линейки Smart & Light выполнен в минималистичном дизайне в корпусе чёрного цвета. Благодаря двойным стенкам корпуса наружная поверхность не нагревается. Два широких слота для тостов наделены автоцентрированием, поэтому хлеб равномерно поджаривается с обеих сторон, даже если это тонкие ломтики. Особенностью модели выступает электронное управление. На боковой части корпуса есть кнопки для выбора уровня обжарки из семи положений или дополнительных режимов подогрева и размораживания. Выбранные настройки и время до окончания готовки отображаются на дисплее. Настройки можно занести в память, чтобы не выбирать их каждый раз. Включение любимого режима происходит с помощью кнопок, расположенных в верхней части корпуса. И в остальном модель не сильно отличается от других, у неё есть съёмный поддон для крошек и отсек для хранения провода. Дополнительным удобным аксессуаром порадует следующий участник – Philips. Четвёртое место занимает Philips HD2581-90. Тостер элегантного дизайна с плавными линиями выполнен в термоизолированном корпусе чёрного цвета. Он достаточно узкий и не займёт много места. У него два больших регулируемых отделения для тостов, которые подойдут для хлеба любого вида и толщины. За счёт автоцентрирования прожарка выполняется равномерно. А с помощью рычага экстра-подъёма легко извлекать даже небольшие ломтики хлеба. Управление у модели максимально простое, представленное поворотным регулятором и кнопкой «Стоп». А с помощью регулятора можно указать степень обжарки из восьми положений и выбрать дополнительный режим. Подогрев готового тоста и разморозку замороженного ломтика хлеба. У модели есть встроенная металлическая подставка, установленная над слотами. На неё можно разместить булочки, пирожки, круассаны или другие изделия, чтобы подогреть их. Тройку лучших открывает горение T1000i. Тостер стильного дизайна, выполнен в ненагревающемся металлическом корпусе и снабжён устойчивыми прорезиненными ножками. Элементы управления вынесены на лицевую часть корпуса, а не на боковую, как у большинства тостеров. Здесь есть три кнопки с красивой подсветкой, с помощью которых можно остановить нагрев или включить функцию подогрева и разморозки. Круглый поворотный переключатель предназначен для выбора уровня прожарки тоста, всего их 7. Слоты достаточно широкие, наделены автоцентрированием. Для удобного извлечения ломтиков есть подъёмный рычаг, расположенный сбоку на корпусе. А для подогрева булочек и различных мучных изделий есть специальная подставка в комплекте. Хочется отметить её удобную конструкцию и наличие ненагревающихся ручек для безопасного извлечения. Не менее удобной подставкой и приятным дизайном наделён и Polaris. На втором месте Polaris PET 0702L. Тостер выполнен в элегантном дизайне с округлыми линиями корпуса. Модель представлена на рынке в двух популярных цветах – белом и чёрном. Рычаг для экстра подъёма расположен на боковой части корпуса, а кнопки управления вынесены на лицевую. При этом они расположены полукругом, что только подчёркивает стильный вид прибора. Он наделён устойчивыми ножками и оборудован выдвижным поддоном для сбора крошек. Функционал модели не отличается от предыдущей. Это возможность выбора уровня зажарки из шести вариантов. Функция разморозки и подогрева. Рядом с каждой кнопкой есть индикатор для удобства контроля выбранного режима. Сверху можно установить решётку для подогрева булочек и круассанов. Она довольно широкая и удобная, снабжена ненагревающимися ручками. Особенность моделей – это узор в виде улыбки на тосте. Такое решение производителя, несомненно, поднимет настроение во время завтрака. Единственное, чем уступает модель лидеру – это не самая высокая мощность в 750 Вт. Лидером рейтинга стал Redmond RT-M403. Это весьма элегантная по исполнению модель в металлическом корпусе. Она снабжена устойчивыми ножками, выдвижным поддоном для сбора крошек и двумя широкими слотами для тостов. Для удобства на корпусе есть круглый дисплей, на котором отображается выбранная степень обжарки. А всего предусмотрено 9 уровней. Кроме этого, вокруг дисплея есть индикация, которая показывает оставшееся время до конца приготовления тоста. Как и прочие модели, тостер наделён автоцентрированием, экстраподъёмом и функциями разогрева и размораживания. А для удобного подогрева различных хлебобулочных изделий у него есть съёмная подставка с ненагревающимися ручками. Мощность модели высокая – 1000 Вт. И в целом это отличный надёжный прибор, стильный, с удобным дисплеем и оптимальным функционалом. На этом мой рейтинг подошёл к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закреплённом комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.